у нас сегодня на техническом обслуживании beer bike смотрите какой красавчик смотри вперед это у нас будет или gravel или touring пока я еще не совсем разобрался во всех нюансах названий скажем так широкая резина накатистая полу слик с таким ярким бежевым кордом ширина резины 40 втулки идут на промах и передняя втулка на промах и задняя втулка на промах впереди стоит одна звезда это у нас правил китайские штаны но под стандарт gpx это типа пацрамовский стандарт то есть кованая звезда снимается изнутри там на пару самолетиков крепится можно любое количество покупать зубчиков штаны на внешних подшипниках все хорошо сзади кассета кассета на 8 и при этом у нас смотрите нас кларис кларис причем значит передняя ручка правая соответственно регулирует задний переключатель а эта ручка у нас используется только как тормозная хотя как бы она рабочая то есть в принципе можно сюда поставить переключатель вперед тоже то есть взяли собрали велосипед с одной звездой впереди и дали возможность еще поставить передний переключатель такой достаточно широкий агрессивный баран слегка развернутый жесткая вилка ригидная и рулевая на внешних чашках у нас тут сталь возможно хромой на маркировке к сожалению не написано какой материал рамы но велосипед легкий скорее всего хромолевая рама такие вот очень мощные дропауты и интегрированный петух это к сожалению не очень хорошо наших условиях потому что он гнется приходится его периодически править задний переключатель кларис потому что у нас монетка кларис и тормоза у нас достаточно интересные у нас стоит текра механика хорошая текра текра рис но подводка тросика посмотреть как сделано то есть на заднем тормозе у нас вся 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 грязь к вся пылька будет вот сюда вот постоянно забиваться и на этом кусочки тросика рубашки будет тросик у нас закисать то есть это очень существенный недостаток несмотря на то что сделали внутренний тормоз вот эту подводку сделали вот так вот неудобно то есть для гидравлики это хорошо для механики это вот очень слабое место здесь будет постоянно грязно принципе больше недостатков по этому велосипеду я не нашел то есть я на нем немножко прокатился сейчас я буду его обслуживать этот прикольный такой удобный большой с такой приятной посадкой легкий накатистый хорошая резина кассета все на промах кроме вот заднего тормоза это недостаток что у нас здесь есть по работе велосипед был куплен бушным он был откатан сезон и сейчас нам клиент приехал он нам приезжал показывал мы смотрели после покупки что можно в нем улучшить апгрейдить там поднастроили немножко передачи и теперь клиент в конце сезона приехал на полное обслуживание у нас здесь замена трансмиссии то есть цепь полный износ кмс к откаталась износ сто процентов задняя кассета как видите тоже уже большая часть любимых зубчиков маленьких уже изношена меняем соответственно кассету посмотрим надо ли почистить ролики почистим ролики и настроить задний переключатель и появился люфт рулевой то есть все таки рулевая на шариках чуть-чуть где-то что-то люфтит надо подтянуть и странно передний тормоз не настроен вообще то есть у нас там дозор ротор трется о колодку непонятно клиент говорит сам ничего не настраивал почему так сбилась настройка не знаю сейчас все настрою в принципе типичное ежегодное обслуживание то есть замена трансмиссии замен кассеты настройки тормозов и при необходимости замена роликов ну и каретку посмотрим но я думаю каретка здесь еще пока живая потому что велосипед очень чистый в хорошем состоянии то есть его в грязь никуда не таскали велик смотрится конечно очень очень красиво вот прям реально то ли туринг то ли гревел потом подскажете как это модернизировать как это назвать что впроводился я полдня с этим велосипедом что было сделано заменена кассета заменена цепь все настроено сам петух часть рама оказалась действительно сильно кривой больше на сантиметра искривления пришлось править и к сожалению проблема потому что эта часть рамы и часто править петух нельзя согнется то есть это недостаток есть царапины на переключатели есть какое-то чувство что вот на самой первой скорости он немножечко не очень хорошо закидывает и скидывает на всех остальных работать нормально когда уже пружинка под натянута каретка каретку уже чуть-чуть когда цепи нет когда свободный ход чувствуется что кареточка уже под изношен то есть скорее всего в следующем году надо будет менять подшипники здесь кстати есть крепление вот как раз под передний переключатель то есть может быть уже либо кто-то модернизировал и такая модель но подразумевалось то изначально здесь будет стоять тоже соответственно 2 или 3 скорости какой-то очень большой косяк у нас получился задним тормозом пружинка на заднем тормозе вот так вот выглядит изнутри то есть ее закрутил туда замотала и скрипела соответственно пришлось поменять пружинку тормоз я настроил кривой ротор все как обычно и очень тяжело все вот этот неудобно настраивать то что все это стоит во первых изнутри рамы непонятно совершенно зачем можно было снаружи сделать красиво и вот это вот пыльничек который здесь как бы как бы он есть он постоянно съезжает сюда он постоянно кривой то есть ну блин это недостаток вот такое крепление дисковой механики изнутри чтобы вся грязь попадала постоянно вот в этот участок и вот здесь вот она забивала рубашку и постоянно ржавела и закисал но в принципе все тормоз настроился работать ничего не скрипит все хорошо замечательно педальки какие-то блин ну ни о чем вот они люфтят они скрипят короче педали вот эти вот заводские некачественные мне не понравились дальше по переднему тормозу у нас по передней вообще колесу у нас были не затянуты контрагайки то есть колесо немножко люфтила я их затянул передний тормоз настроил достаточно легко и ротор здесь прямой здесь просто почему-то вот было перетянуто неровно все это было настроено рулевая скажу что на шарик нет рулевая на самом деле на промах но вот какой-то очень большой шток и имеется небольшой люфт то есть начинаешь затягивать уже нижний подшипник начинает подзакусывать уже все чуть-чуть ослабил чтобы закусывания было все равно какие-то люфты то есть видимо сами подшипники сами установочные вот эти проставочные кольца между подшипником и рулевой трубой имеют небольшой люфт и как вот такое ощущение что как будто слегка подлюфтивает подлюфтит скажем так рулевая в принципе не болтается ничего не закусывает не скрипит но вот есть небольшое ощущение такой воздушности то есть не слишком она жесткая вот в принципе все нормально единственное что вот задний тормоз какой косячный и вот честно говоря если клиентом да я кладу велосипед на бок я вот падал там несколько раз видно да что царапины если будет гнуться петух если вы гнутся drop out а вот здесь кстати достаточно эластичный то есть он не очень жесткий этот металл то рано или поздно сломается и все и надо будет что-то с ним делать усиливать видно что уже велосипед падал падал не один раз и достаточно сильно вот смотрится красиво но вот недостатки к сожалению такие вот нашлись в этой раме и и и и и и и и Продолжение следует...